МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии «Працое» Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Преоритет для специи. Выконание потребований у директивы президента номер один разледили сегодня на посаджении облаканкама. За Беларусь Жихары Мазыра и Калинковича управляли патриотичный автопробег у гонор 76-й годовины закончения операции «Багратион». Школа Будучини. Во установе аддукации в 21-м микрорайоне «Гомеля» завершаются будовничные работы. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Реализация потребований у директивы президента номер один и готовность установ аддукации до нового навучального года. На сегодняшнем посаджении Гомельского облаканкама обмеркованы широких актуальных для региона питаний. Подробязностью в материале наших корреспондентов. Анализ деятельности мясовых, выконавших и распорядочных органов по реализации положения у директивы свечить. Комплексная работа приносит певные остановчие выники. Зменшается количество загинувших у дорожно-транспортных здарениях и однических выпадков на воде. Правда, одночасово означается рост колькастей ахвер на пожарах и на вытворчасте. Ситуация на предприемствах у вогулі выкликает заклопоченность. Нередкость формальный подход до выканания правилов техники безопасности и працевниками и керавництвам, а так само эксплуатация несправного обстрелявания. Гэта, бадай, основная и пакуль достатково расповсюдженные причины, якие приводят до смертных выпадков и тяжкого травматизма. Подчас посаджения облаканкама означается, эффективной мерой по профилактиции порушений операционной и выканавчей дисциплины может стать деянасть мобильных групп ГАР РАЯБЫ КАНКАМАУ. У першим пагодзе яны провели каля 650 рейду, подчас яких выявили больше як 9 тысяч порушений. А мальпалова з'ях по ахове працы. Факты знаходжения работников у стане алкогольного пьянення зараз стали больше редкими, але выключениями усе ж таки не з'являются. С початку года мобильной группы зафиксовали 10 таких выпадков. Теме уживания алкоголю на посаджении у воголе особливая увага, причим не только на вытворчастях. Домашний алкоголизм и семейное насилие – факты, які так само оказывают знашный уплыв на стан громадской безпеки. Что тышится самых небеспечных галин, то тут сумное лидерство, покультримая сельская господарка. Наиболее травмоопасная отрасль традиционно сохраняется за сельским хозяйством. Хотя надо отметить, что в этом году положительная динамика как по смертельным, так и по тяжелым случаям в этой отрасли наметилась. Также в этом году наметилось увеличение несчастных случаев в организациях безведомственной подчиненности. Планируем в следующем квартале провести месячник по предотвращению и предупреждению несчастных случаев в этой отрасли. Ну и традиционные еще такие отрасли лесное хозяйство, строительная отрасль тоже требует особого внимания. Пытание не меньше актуальная подрыхтовка школ. По великим рахунку тут размова у першую шаргу так само об безпеце, на гэтарас навученцам и наставникам. Пытание комплексное. Тут исправность школьных автобусов и ликвидация с территории аварийных древ и объектов. И ведома санитарный и пожарный стан самих установ аддукации. Пачас подрыхтовки до нового навучального года зроблено шмат. Проведены косметичные и капитальные ремонты, адновлена мэбля, набыта в учебные обсталявания, але и напереде яше шмат работы. Отрыманы вопыт по дистанционным навучанне свечись. Каб зарабить гэты процесс больше эффективным, необходимо массово заменять со старелые компьютеры. У некоторых школах их узрост первышая 15 годов. Еще одна задача – ликвидация недохопов, выявленных под час летошней комплексной проверки установ аддукации. С прошлого года нас мониторили различные службы контроля. Это и комитет государственного контроля, это областной центр эпидемиологии, другие службы МЧС. И в связи с этим было сделано много предписаний нам, выставлены различные претензии. Мы постарались их трансформировать в план подготовки. Этот план только по комитету государственного контроля состоял из 702 пунктов. И на что потребуется в течение 5 лет чуть более 71 миллиона рублей. Что касается нынешней подготовки, то мы потратили более 16 миллионов, кроме этого более 2,5 миллионов из мебюджетных средств, заработанных своими силами. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадокампания «Гомель». Внутри политичное становище краины турбуе кожного. Люди разных взрослых и профессий мкнутся выказать свою громадянскую позицию. Але холодное у ситуации – заховывать конструктив. Усе, кого хвалю и лезь Беларуси, повинны памятать про прайоритет. Не допустить расколу громадства, страты незалежности державы и подрыву ее экономики. Своим меркованием знамя поделился военный комиссар Гомельской в области Андрей Кривано-Сау. Уважаемые соотечественники, земляки, 9 августа 2020 года я, как и весь белорусский народ, сделал свой выбор. И с 10 августа с чувством выполненного долга убыл в отпуск, который хотел провести со своей семьей в моей родной Беларуси. Но оценивая складывающуюся в социально-политическую обстановку, сделав определенные выводы, принял решение, что я не могу остаться в стороне от этих событий. Я принял для себя решение этот отпуск посвятить защите трудящихся от того, чтобы их не агитировали к забастовкам, для того, чтобы они продолжали работать и приносить благо своей стране и своему народу. Я, как активный гражданин, принял участие для того, чтобы поддержать рабочий класс в их стремлении трудиться и жить в спокойной и процветающей Беларуси, какой она была все это время. Митинги и акции «Употримку миру и спокою» протягиваются. Полесский регион запросил у всех жадающих принять удел о автопробеге. По дорогах Мазырау, колерах национальной символики. Жихары райцентра из соседних Калинков и Чауты, кому не обыякого, что завтра будет с краиной, съехались после опрации до Курхана Славы. Мемориальный комплекс стал отправной кропкой для удельников автопробегу за Беларусь. Для нашей семьи участие в данном мероприятии как автопробег за поддержание нашей Республики Беларусь мы за президента, мы за светлое будущее, поэтому мы взяли с собой сына. Вы знаете, мы приучаем детей жить в мирной стране. Перед стартом удельники усклали к ветке до братской могилы и вспомнили значную историчную падею – белорусскую наступальную операцию «Бахратион». Летом с рок-чатвертых она провела до вызволения всей территории Беларуси от немецко-фашистских захопников. Протягивалося 68 суток и немело ровных по размаху и выниках. Вспоминаючи падеи минулого и выступаючи за мирное будущее, удельники автопробегу проехали по центральных улицах Мазыра. Эффектную автопрогулку смогли оценить у всех, кто как развертался с працы. Звук нау автомобилях развивались червоно-зеленые стяги, а так само стяги с символикой Республиканского союза молоди и инших ромадских организаций. Это действительно настоящий праздник, праздник единения душ, помыслов, идей под единым лозунгом «За Беларусь». Сегодня собралось очень много людей, которые действительно любят дорожать своей страной. Выказать потребку Украине собрались и представники розных сфер и профессий. Объеднало их простое, а ли важное ожидание – жить у мирной и счастливой Беларуси. Высокотехнологичное обстреливание и только экологичные материалы. Будовничные работы в новой школе в 21-м микрорайоне Гомеля завершаются. Что дня на этом объекте працуют около 18 субпадрадных организаций, а так само коллектив Будовничего отреста номер 14. В сукупности до 500 профессионалов. Школа складается из некоторых блоков – навучальный корпус, спортивные и актовые залы, бассейн, группа продолженного дня и столовая. Зараз тут до финишу подыходят монтажные работы у харчблоку. Данный пищеблок будущей школы оборудован самым современным оборудованием. Это жарочные шкафы и печи, электрические плиты, водонагревательные котлы, холодильные установки, а также машины для нарезки овощей, гастрономии, а также хлебобулочных изделий. Уникальность данного оборудования заключается в том, что оно изготовлено исключительно из экологически чистых материалов и соответствует требованиям, предъявляемых Министерством здравоохранения к помещениям учреждения образования. В настоящий момент завершается его монтаж, проводятся пусконаладочные работы. На данном объекте работает волонтерская бригада Белорусского республиканского союза молодежи, которая оказывает помощь в комплектовании классов мебелью, поез, сборке, а также очистке помещений. Моцный инженерный состав, выразное планование и полная комплектация объекта материалами. У всех это дает гаранты и завершение работ у термин. И 1-го вересня школа отчинить свои дверы для 765-ти наученцев. Гомельское областное отделение организации «Белая Русь» провело региональное мероприемство в рамках республиканской акции с берем портфель первокласснику. Громадское объединение допомогло детям подрихтоваться до новых научных годов и подарило им свято. Подрабязности в наступном сюжете. Акция «У школу с Белой Русью» – поддержка шмат детных и малозабеспеченных семьев. Все лето организация допомогла 42-м хлопчикам и девочинкам. Уже шмат годов «Белая Русь» дорыть будущим першоклассникам портфели с канцелярскими приладами. Але зараз областное объединение вырешило пойти далей и сделать акцию по соправдам у святочной. Кожное дитя на мероприемстве отрымало сертификат на наведывание 10 аттракционов у Гомельским парку. Абонемент, дейничая на протягу года, а ли организаторы акции жартауливо отзначают – на полиции билет долго не проляжить. Детки из многодетных семей – это детки особенные. Хотя бы по той простой причине, что они с самого раннего детства учатся делиться со своими братьями и сестрами. Бывают даже случаи, когда выходит ребенок получать портфель и шепчет мне «У меня уже один есть». То есть настолько детки в другом воспитанный русле, в другом режиме, что просто хочется лишний раз порадовать чем-то. Концертная программа, гульнявые конкурсы и приемные подарунки. Батьки и дети отшули. Это день особливый. Что тышится о пошнях, яны с нетерпением чакают первый день в школе. Таму портфели от Белой Руси вельми дарэчы. Я очень рад, что я пойду в школу, что встречусь со своей первой учительницей, с своими первыми первоклассниками. Одного из них я уже знаю. Это мой друг. Республиканская акция «Сбяром портфель першокласснику» объеднала множество необыяковых людей, организаций и предприемствов. И она протягнется до первого веросяня. Час ее деяния наближается до завершения. Ты мне меньше подтримать с тых, кому это саправды потребно, не поздно николи. Зарабить добрую справу можа кожны. Миколай Скинсиян, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Виншовать школьников с початком навучального года протягивают и профсоюзы в области. На первые дни яны наведали детей с упрацовников Гомельской меблевой фабрики «Прогресс». Особливую увагу надали малым сашмадетных семьях и детям-инвалидам. У подару, на кем уручили новые портфели с канцелярскими приладами. Я ж чекала 20 семьях, у которых все лето дети пойдут в первый класс, отримали материальную допомогу. Далее хлопчиков и девчонок чекала соправдное свято с гульнями и солодкими почастунками. Пойду в школу и буду там учиться. Моя сестра пойдет, мой друг. Буду хорошо учиться, писать хорошо, с друзьями буду дружить. Поддерживают и семьи, чьи дети идут просто в школу, и первоклассники, и многодетные семьи, неполные семьи. Поддерживают их материально, приобретая канцелярские принадлежности, рюкзаки, одежду, обувь. Но и тем самым не только поддерживают материально, но еще и стараются разнообразно запомнить это мероприятие. Кто-то выбирает анимационные мероприятия, интерактивные, развлекательные. Для того, чтобы это действительно было на долгую память, было у первоклассников. Профсоюзные организации в области оказали поддержку полутора тысячам семьев. Доброчинная акция протягнется до 14 вересня. На ее проведение выделено около 700 тысяч рублей. Заборона на наведывание лесов снята маль по всей Беларуси. Гэтаму посприяла дождливая надворья. С початку ты дня крыху похолодало, что дня идут западки. Дякуючи этому, уровень пожары небезпеки в лесах снизился. Заборона на наведывание лесов заховывается только у трех районах Минской области. За актуальной информацией можно сочить на специальной интерактивной карте на сайте Минлясхаса. Гэты, а так сама иншая новины, информацию об проектах телерадуя компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Речицком районе на участке трассы М-10 «Гомель-Речица» горела придорожное кафе «Надежда». Пожар произошел накануне, поздно вечером. До прибытия подразделения МЧС две работницы заведения, повар и бармен, самостоятельно покинули пылающее помещение кафе. Жертв и пострадавших удалось избежать. Посетителей там не было. Но вот ущерб – значительные повреждены стены внутри комплекса, потолочное перекрытие, имущество на втором этаже. Причины пожара устанавливаются. Предполагается, что это было неосторожное обращение с огнем при курении. Спустился в колодец, чтобы перекрыть воду, и не смог выбраться на поверхность. На предприятии «Гомель-Древ» погиб рабочий. 57-летний слесарь-сантехник должен был повернуть в технологическом колодце вентиль, но, по всей видимости, отравился скопившимися там газом. Для оказания помощи работники предприятия спустили в колодец на веревке другого сантехника, но тому тоже стало плохо. Мужчину быстро вытащили, а первого слесаря-ремонтника достали из колодца уже работники МЧС. Мужчина к тому времени был мертв. Второй работник госпитализирован. В «Гомеле» с крупной партией психотропов задержан студент, который фасовал закладки в комнате общежития. Наркодилера взяли с поличным возле Давыдовского кладбища. Парень успел сделать несколько закладок с наркотиком. При себе у него также нашли запрещенный продукт, расфасованный в пакетике по 250 граммов. В комнате общежития учебного заведения, в которой проживал задержанный, оперативники нашли еще два свертка с особо опасным психотропным веществом альфа-ПВП. Его вес составил 290 граммов. Там же были изъяты высокоточные весы, пустые полиэтиленовые пакетики, лента скотч и другие аксессуары. Студент заказывал наркотики через интернет-магазин, ездил за товаром в Минск. Действием учащегося дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ. За несколько дней работники освода спасли на воде четырех человек. Двое из них были пьяны. В Добрушинаи пути нетрезвый мужчина выпал из лодки. А на озере Рудницкое в городском поселке Октябрьский пьяный житель Минской области внезапно поплыл за буи и едва не утонул. 24 августа около деревни Стушки Светлогорского района на реке Березине унесло ветром надувной матрас. На нем находились 73-летний мужчина и его дочь. Жителей Светлогорска унесло к противоположному берегу в заболоченное место. Как сообщили работники освода, катер прошел 20 километров, чтобы их спасти. Милиция продолжает разъяснительную и профилактическую работу с подростками. На этот раз круглый стол о правах и ответственности провели инспекторы по делам несовершеннолетних в Ельске. Ребятам напомнили о нормах законодательства, имущественной безопасности, необходимости соблюдения правил дорожного движения, поведения в лесу и общественных местах, административной и уголовной ответственности за право нарушения. На сегодня все. Оставайтесь на Беларусь-4. Увидимся. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» отправилась в Жлобин, где в ближайшие выходные пройдет финал Кубка Беларуси по гонболу сезона 2019-2020. Сегодня утром подопечные Тома Жачаттера провели тренировку в Гомельском дворце игровых видов спорта, вечернюю уже в Жлобинском. Что касается физического состояния команды, то главком гомельчанок уверен, здесь проблем не будет. База во время предсезонки заложена хорошая, а вот тактическую подготовку оценить в полной мере не удалось. Главная причина – отсутствие сильных спарринг-партнеров. Раньше ходили на сильные турниры, играли с сильными командами, тогда мог сразу видеть, где мы находимся. Но пока сейчас играем в топло-холодло. Есть там, может быть, одарив 10 мячов, а потом сразу назад на 5. И поэтому это просто есть причина наиграния с сильными командами. Нынешним летом Гомель провел 8 товарищеских матчей. Дома дважды уверенно была обыграна Витебчанка. С Берестем играли 4 раза, 2 раза в Гомеле и 2 раза в Бресте. Добыты 4 непростые победы. Брестский коллектив оказал серьезное сопротивление действующим чемпионкам, что дает надежду на небольшое обострение интриги в чемпионате. В Гродно гомельчанки дважды сыграли со своими соперницами в полуфинале Кубка – городничанкой. Проблем в этих поединках у подопечных Тома Жачаттера не возникло. При этом главком отмечает, что расслабляться нельзя. До финала, где скорее всего предстоит играть в БНТУ, надо еще добраться. Сначала надо сделать первый шаг и максимально серьезно идти в игры с Гродно. Там, как сказать, потратить что-то меньше сил, сделать хорошую атмосферу клубу, настроение в команде. И потом посмотрим игры с БНТУ. Ну, сначала они играют, потом мы приготовимся на игры с БНТУ, посмотрим. В Жлобин гомельчанки отправились в качестве обладательниц Кубка. И понятно, что отдавать трофей никто не намерен. Лично я, например, очень бы хотела выиграть. Это как бы первый был бы Кубок. Конечно, для меня это вообще большая честь, если бы мы выиграли. И вообще для команды мы должны держать нашу стабильную марку, то, что мы первые. И Кубок тоже должны выиграть. В субботу пройдут полуфиналы. БНТУ и Витебчанка начнут свой поединок в 14.00. Гомель и Городничанка в 16.30. В воскресенье бронзу разыграет в 13.00. Финальный матч стартует в 15.30. Все поединки в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Белорусской Федерации Гандбола. Накануне определился последний участник финала четырех Кубка Белоруссии по хоккею. Им стала Динамо Молодечно, обыгравшая со счетом 4-1 Аршанский Локомотив. Жлобинский Металлург завершил предварительный этап Кубка на четвертом месте в группе А. В заключительном туре Столивары были сильнее Витебска. Основное время поединка завершилась в ничью 2-2. Победу Жлобинскому коллективу принес голевой бросок Останкова. Финал четырех Кубка Соле пройдет в ближайшие выходные в Гомеле. В полуфиналах в субботу сыграет между собой Гомеле столичная Динамо. Вторую пару составили юность и Динамо Молодечно. Сегодня в Гомеле стартовали республиканские соревнования по пляжному волейболу «Солнечный мяч». Соревнуются юноши и девушки в двух возрастных группах 11-12 и 13-14 лет. В заявке состязаний 78 пар со всей Беларуси. Наш регион представляют воспитанники Гомельской из душора «Энергия», Лицея МЧС, Жлобинского отсора и Мозырской из душора «Жемчужина Полесья». Высокий интерес к «Солнечному мячу» объясняется просто. Соревнований по пляжному волейболу в младшей возрастной категории проводят не так много. Организаторы запланировали для участников насыщенную программу. Кроме игр спортсменов ожидает праздник волейбола. Также они смогут воочию увидеть игру профессионалов. Параллельно на этих же площадках пройдет Кубок Беларуси по пляжному волейболу, где соберутся сильнейшие пары страны. Дети заодно посмотрят, что такое взрослый уровень волейбола. Завтра уже начнутся съезжаться. Они начинают с пятницы по воскресеньям взрослые играть. Федерация тут организовывает мастер-классы. Тут игроки сборной и мужской, и женской будут детям показывать какие-то упражнения, там тренера выступать. То есть так, чтобы все-таки завлечь, чтобы они не побросали это в юном возрасте, этот вид спорта. Победители солнечного мяча определятся 29 августа. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.